У тренера по фигурному катанию цеха номер 51 в УСМПО Галины Маслеевой двойной праздник. День рождения Галины Федоровны совпал с первой тренировкой на новом льду в новом ледовом корте. Мы от коллектива всех хибуристов и их родителей поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Желаем здоровья, успехов в нашем нелегком труде. И с первым выходом все в одном. Днем рождения! Восторженные ребятишки спешили произвести пробу льда, ведь они так долго ждали этого момента. Проскользив несколько кругов без остановок, спортсмены сначала хорошенько обкатали площадку. Мы так хотели, чтобы дяденьки нам новый лед построили. Мы так ждали и дождались. Отлично. Хорошо скользит на льду. Я скучала по нашему льду. В отсутствие домашнего льда фигуристам приходилось арендовать лед в Нижнем Тагиле. Несмотря на трудности, самые стойкие спортсмены секцию не покинули. У меня ходит племянница. Пока не было льда. Мы ездили в Тагиле, в Нижнем Тагиле на тренировки. Как часто ходили. Ну, в последнее время раз в неделю. Мы рады, что нам сегодня все построили. Мы очень рады. Будем заниматься. С возобновлением тренировочного процесса спортсменам многое предстоит восполнить и снова включаться в календари соревнований. Эмоции перехлёстывают через край. Ждали больше года. Наконец-то дождались. Сегодня, конечно, радость. Вот. Ну, ещё. Не раскатались. Раскатаемся. Кто-то вот на новых коньках у нас сегодня тут. Катя Алютина. Планов громадьё. Но сезон упущен. Столько придётся наверстывать. Пока вот на сегодняшний день у меня 15 человек осталось. Было 45. Ну, кто куда. Среди 15 фигуристов разновозрастные ребята. Двое – спортсмены-синхронники. Почти все воспитанники секции встали на коньки очень рано. И сегодня имеют в своей копилке медали с областных соревнований. В ближайшее время участие саладинских спортсменов в соревнованиях по фигурному катанию возобновится. А в секцию будет объявлен дополнительный набор. Продолжение следует... Продолжение следует...